Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня Красная Линия представляет вашему вниманию документальный фильм «Гендерное безумие», любезно предоставленным нашему каналу компанией Russia Today. Что же стоит за гендерными проблемами и выстоит ли Россия под натиском так называемых западных ценностей? Об этом мы поговорим с гостями нашей программы. Сегодня в студии Мишустин Николай Николаевич, руководитель общественного движения «Родительский отпор», Медведева Ирина Яковлевна, директор Института демографической безопасности, руководитель комитета по информационной безопасности детей, преуполномоченным при президенте Российской Федерации по делам ребенка, детский психолог. Михеев Сергей Александрович, политолог. Я предлагаю нашу беседу начать с просмотра предлагаемого нам фильма. Давайте начнем. Меня зовут Таня Берквист. Я кандидат в математических наук. Я блогер и пишу о шведском гендерном безумии. Я посвящаю этот документальный фильм своей бабушке, которая умерла два года назад. Она любила Россию. Она сейчас на небесах и хотела бы, чтобы я это сделала. Я вчера об этом думала, правильно ли я поступаю, говоря о гендерном безумии. Моя бабушка хотела бы, чтобы я это сделала. Я ем сахар, чтобы мозг лучше работал. Это феминистская партия, которая баллотируется в Европарламент. Можно я у вас прошу кое-что по-английски? Я из Швеции. Конечно. Мы снимаем фильм о гендерных проблемах в Швеции. Конечно, я знаю, что вы в этом плане открытый человек. Надеюсь. Но, по-моему, это слишком далеко зашло. Например, в образовательной системе. Говорят, что мы должны разрушить мужественность, чтобы повысить успеваемость мальчиков. Даже если не говорить о деконструкции мужественности, потому что это академический термин. Это меня и смущает. Как можно уничтожить мужественность в мальчиках? Мы можем показать им, что существует множество способов быть мужчиной. Да. Мужчины создали войну, вы так сказали? А женщины нет. То есть вы не считаете, что женщины пришли к власти? Потому что в Швеции часто говорят, что женщины должны занять это место и прийти к власти. Нет? Вы думаете, что женщины более миролюбивы? Да. Хорошо, хорошо. Я чувствую себя неудобно, когда меня снимают. Хорошо, она снимает меня. Он уже залез к нему в ухо. Они не должны оценивать наших детей, учить их, во что им играть. Они должны позволить им быть самими собой. У нас хорошие политики, правда? Она обвиняет меня в том, что я не независимый блогер. Что я с телеканала «Раша Тудей». Но это неправда. Это съемочная группа с РТ. Пойдем спросим, в чем проблема. Ей не нравится, что РТ снимает сюжет о гендерных проблемах. Почему она не хочет говорить о гендерной политике? Ей есть что скрывать? Что-нибудь, за что ей стыдно? Я не знаю. Давайте спросим, почему ей это не нравится. Можно я вас просто спрошу, почему? Да, я дую в трубу и показываю свои гендерные очки. Да, вам это нужно увидеть. Алексей, иди сюда, посмотри на меня в этих очках. Смотрим сначала. Они достаточно банальны. Как вы видите, они в форме сердечек. По-моему, гендерные эксперты не одобрят мои гендерные очки. Они у меня с собой. Потому что в Швеции все должны иметь при себе гендерные очки. Но что такое гендерные очки? Опс. Гендерные очки – это то, что помогает нам видеть равноправие. С их помощью можно увидеть дисбаланс сил. Но если я попытаюсь надеть их и прочитать эти отчеты, это есть в моем видео, то даже в гендерных очках я не смогу понять их смысл. Итак, в одной шведской школе учитель биологии вместе с экспертом по гендерным проблемам пришли к заключению, что идея о том, что в процессе репродукции сперматозоиды активны, а яйцеклетки пассивны, укрепляет гендерные стереотипы. Останови, чтобы он увидел и послушал это тоже. Здесь мой комментарий. Мне интересно узнать, что ты думаешь об этом. Это немного безумно, но это я. Это то, о чем я пишу в блоге. Эти темы освещались в прессе, как хороший пример. Хороший пример. Итак, цитата из интервью. Нам нужно расстаться с мнением о том, что в процессе репродукции сперматозоиды активны, яйцеклетки пассивны, а мужские и женские гениталии называют дополнительными. Конец цитаты. Так что... Я до сих пор не понимаю всего этого. И я предлагаю вам снабдить детей кое-каким научным оборудованием. В следующем видео мой комментарий по поводу этого. У меня есть идея, как решить проблему активных сперматозоидов. Конечно же, она возникла в гендерных очках и с гендерной трубой. Я предлагаю накачать сперматозоиды наркотиками, чтобы они тоже стали пассивными. И это, конечно, решение. Сперматозоиды будут пассивны, яйцеклетки будут пассивны. И все будут равны. Цивилизация погибнет, и все мы исчезнем через несколько лет. Но это, видимо, не имеет значения для гендерных экспертов, потому что их идеология и их гендерное равноправие важнее, чем выживание человечества. На самом деле мы должны стать политиками, чтобы пойти в парламент и изменить эти законы. Как ты назовешь свою партию? Здравый смысл. Партия здравого смысла. Здравый смысл. Партия здравого смысла. Здравый смысл – это то, что нужно этой стране. Не снимает. О, теперь я иду покупать еду для кошек. Я возьму это, и мы пойдем за кошачьей едой. Давайте покажу, что нравится моим кошкам. Они, конечно, любят все, и они должны получить еду. Ты снимаешь меня. Ой, извини. Итак, если вы хотите помочь людям сэкономить время, разворачивайте продукты штрих-кодом к продавцу. Вот теперь все отлично. Продолжение следует... Можем начинать, да? Да. В любое время. Хорошо. Приятно всех вас видеть. Приятно быть здесь. Меня зовут Кайса, и почти всю свою жизнь я работаю над исследованием гендерных проблем. Я начала здесь работать в 1998 году. В Швеции вы можете получить докторскую степень, если исследуете вопрос, почему мальчики и девочки играют в разные игры, и предложите варианты решения этой проблемы. Потому что детские сады в Швеции официально несут ответственность за равноправие между мальчиками и девочками. Наденьте эти очки, чтобы проверить, как вы общаетесь с детьми, как вы с ними обращаетесь. Вы видите, с одной стороны они красные, а с другой синие. Знаете, почему? Нет. О, я скажу вам. Синий цвет – это мир мальчиков, красный – девочек. Попытайтесь вести себя с ребенком так, чтобы он не задумывался, какой у него пол. И я меняю очки. На этот раз они желтые. О, у меня желтые. Это позитивные очки. Используйте их. И кто-нибудь обязательно спросит, желтые – это что-то между мужчиной и женщиной? Это непросто, потому что наш мозг переполнен предрассудками. Вот дерьмо. Слово какое сложное. В одном детском саду, об этом можно прочитать в шведском общественном отчете о равноправии в детских садах, ну, может, вы не читали, но я прочитала, поэтому расскажу и вам. В этом детском саду решили останавливать мальчиков при выходе из детского сада, чтобы они не выбегали во двор быстрее девочек. Наш мозг переполнен стереотипами, поэтому измениться непросто. Мы работаем с детьми, мы работаем с новым будущим, с новым обществом, поэтому мы должны изменить свой образ мышления. Я не могу воспитывать их так, как моя мама воспитывала меня. Сейчас новая жизнь. Мы должны следовать за жизнью. А вот мой кот. Он тоже хочет стать частью этого видео. Он любит сниматься. И этот человек начинает плакать. Вау, вау! Ого! У тебя есть характер! Ты хочешь летать! Круто! Да! Ты должен прыгать, бегать, играть в футбол! Джига, джига! И ты отпускаешь его в небо. Ой, я сказала его. Извините. Я знаю, это он. А что ты думаешь? Потом им нужно пойти домой и принести что-нибудь крутое, чтобы соответствовать ожиданиям. Он пытается, потому что дети хотят быть такими, какими их видят взрослые, учителя, родители. С моей точки зрения, нужно предоставлять каждому ребенку все возможности. Это как смюреброд в Швеции. Перед вами полно еды, и вы можете выбрать, что положить на хлеб. Можно любить кого-то того же пола, кого-то другого пола, можно любить зверей, можно никого не любить, можно любить на расстоянии, если вы в разных странах, а можно любить только себя. Это по мне. Сейчас я отдыхаю от гендерного безумия. Так что вам тоже пора куда-нибудь отойти и дать моему мозгу отдохнуть. И, возможно, я вернусь к вам позже с новой порцией безумия, если вы готовы это слушать. Пока. Он просто счастлив. Он никогда ни на что не жалуется. Он всегда счастлив и удовлетворен жизнью. Томми, теперь ты забрал это у нее. Похоже, придется посадить его на полку, потому что он забирает шнурок. Вот сейчас я совершаю гендерно-равноправный поступок. Я кладу его на полку. Но он не отдает шнурок. Томми, отдай. Я сделала это, чтобы играть со своей кошкой, чтобы ей тоже досталось внимание. Но кот хочет все. Вот он снова утащил у меня шнурок. Снежинка, смотри, шнурок. Он спрыгнул с полки только что. Похоже, мне нужен гендерный эксперт. Привет. Стресс. Мы идем или мы... Идем на камеру. Это нужно подвинуть? Все в порядке. Просто идем и разговариваем. Давай, идем. Это неправильное направление. Мы можем идти туда. Смело идем туда. Будь спокойна. Я попробовала все это на детской площадке, потому что много лет назад я водила сюда свою дочь. Не много, а несколько лет назад. Сейчас я ищу гендерно-закодированные игрушки. Я не эксперт, у меня нет гендерного образования. Я не знаю, как раскодировать гендерно-закодированные игрушки. Вот змея. Может быть, она гендерно опасна для девочек, потому что ассоциируется с мальчиками. Я не знаю, но моей дочери нравится. Вот лягушка. Я попробовала все это на детской площадке, потому что много лет назад я водила сюда свою дочь. Не много, а несколько лет назад. Она движется, она постоянно движется. Штука в том, что, когда ты смотришь на все эти вещи, они хороши с одной стороны и плохи с другой. Да, все в порядке с этой машиной. Люди думают, что машина для девочек должна быть розовой. Но у нас одна машина. Если бы рядом стояла одна розовая, другая синяя, то было бы гендерное неравенство. А тут только одна машина. Она гендерно закодирована нами, потому что мы – женщины. Не знаю, что сказать о других игрушках. Это что-то для девочек. Но никогда нельзя быть полностью уверенной. Надо спросить того, кто делал игрушки. Это совсем для маленьких детей. Здесь можно смотреть картинки. Это выглядит как фалос. Мужской символ. Да, но это не он. Нет, не похоже. Если твои мозги достаточно промыты, то у тебя встроенный гендерный радар, и ты везде видишь неравноправные вещи, вот как ты сейчас. Действительно, существуют люди, которые мыслят на таком уровне и видят неравенство во всем. Они разглядывают фигуры в чашке кофе, во всем видят половые и силовые взаимоотношения, потому что настолько сфокусированы на их поисках. В таком случае ты обязательно найдешь то, что ищешь. Теперь я вижу, что это женский символ. Так, что-то с фокусом. Что-то случилось с камерой. О, нет, порядок. Итак, что я сделаю? Я сфотографирую все эти игрушки и отправлю фотографии в департамент гендерных наук. И попрошу их сделать интерсексуальный анализ этой кучи игрушек. Посмотрим, что они скажут. Привет, ребята. Привет. Я ничего не буду говорить. Вот этот парень хотел. Итак, вы говорите по-английски? Да. Круто. Поможете мне. У вас в школе есть гендерное образование? Да. У нас есть социальные науки. Мы много об этом знаем. Мы знаем о гендерном равенстве и как ситуация улучшилась за последнее время. Это важно. Да, ситуация улучшается, ты прав. А еще? И мы знаем, что в некоторых странах страшная половая дискриминация. Да. А в Швеции все хорошо. Просто хорошо? Или в сравнении с чем-то? Мне кажется, хорошо. Намного лучше, чем в других странах. Особенно африканских или арабских. То есть просто чудо, что мы живем в Швеции. Мы имеем то, что имеем. Гендерное равенство. Как вы это понимаете? Равенство полов – это женщины имеют те же возможности, что и мужчины. Те же права. Те же шансы защитить себя на работе и сделать карьеру. Мне кажется, что в Швеции все различия представляются проблемой, которая требует обсуждения. Но тогда общество не будет интересным. Но, как ты сказал, люди спорят о чем-то, ведут дискуссии, но это обычная жизнь. Как еще жить-то? Или гендерным экспертам нужно забирать нас прямо после рождения из больницы помещать в гендерно-нейтральной коробке, где нет ничего гендерно-закодированного. У вас много разговоров о гендерных проблемах в школе? Да, да. А мы вообще в школе об этом не говорили, так что я понимаю. Это новое. Ну, на самом деле, у нас не так много. Ну, как сказать. Судя по тому, как ты рассуждаешь, ты прекрасно знаешь, о чем говоришь ты в теме. Я со своим братом, мы просто играли и жили своей жизнью. Никто нам не говорил про половые стереотипы. Я и не думала об этом, пока не начала читать в газетах. Мои родители развелись, когда мне было семь. А потом я не видела отца 13 лет. Не видела его. И он не общался со мной. Но потом я встретилась с ним, когда начала изучать физику. Мы очень сблизились. Каждый день пили вместе кофе, обсуждали учебу. Я увидела, как мы похожи. Мы похожи в том, что любим работать с техникой. Мне тоже это нравится. Прежде чем они развелись, когда мне было семь лет, он приносил много приборов с кафедры физики. И мы с братом паяли микрочипы. Я поняла, откуда у меня гены, которые определили мой интерес к технике. То есть мы очень похожи, и образ мысли у нас очень схожий. Я пропустил, что у тебя есть брат. Он младше меня на год, и я защитилась на месяц раньше, чем он. Я выиграла соревнования. Твои мозги уже промыты. Да, потому что это гендерный десерт. Мы только что изменили пол десерта. Отдай мне, пожалуйста. У тебя два, а у меня ни одного. Мы должны сделать их равноправными. Это равноправие. Да, это что-то типа шведского равноправия. Вот я ем конфету и жду свой поезд. Он придет через 4 минуты. Так. Который сейчас час, 8 часов. Я должна все контролировать. Все. Я фрик контроля. Так, мой план таков. Снимать в отместку. Чтобы он потом понял, каково это быть арестованным с камерой у лица. Камеры везде. Поэтому разницы никакой. Кто-то постоянно наблюдает за тобой. Сейчас сяду так, как сажусь обычно. Очень комфортно. Тебе кажется это неприличным? Мне нравится сидеть так, если всем хватает места. Потому что у меня докторская степень по математике. Это компенсирует мое немного безумное поведение и подобную манеру сидеть. Я человек с опытом. Я могу стать премьер-министром. Без проблем, если ты меня об этом спрашиваешь. Мои седые волосы доказывают мой жизненный опыт и то, что я выжила в шведском безумии. Я это сделала, поэтому я хороший кандидат. Голосуй за меня. Вот шведская конституция. Если я собираюсь стать премьером, прежде всего мне нужно ее выучить. Кстати, не думаю, что наш нынешний премьер знает конституцию. У каждого есть право на работу, на свободу, на свободный выбор профессий, на справедливый суд и все такое. Основное из прав человека – писать права человека. Мое человеческое право – пойти домой спать, потому что уже поздно. Здесь сегодня пусто. Вечер. Воскресенье. Никого нет. Хотя нет, не так пусто. Тут камеры, которые наблюдают за мной. А я наблюдаю за ними. Вот камеры. Они шпионят за нами, а я шпионю за ними. Я снимаю их, а они меня. И мы равноправны. Равноправие. Равноправие в том, чтобы следить за поведением друг друга. О, дождь. Нужно убрать камеру. Гендерная труба символизирует гендерное безумие в шведском научном мире. Я обнаружила проект. На него выделили 70 тысяч евро. Исследование трубы с точки зрения половой перспективы. Только представьте, сколько еще таких исследований можно сделать. Ведь есть еще барабаны. Они не исследованы. Перед нами так много всего, что можно исследовать. У нас еще так много неосвоенных бюджетных денег. Требуется столько денег налогоплательщиков на исследование этих важных вопросов. Не уверена, что обычные шведы поддержат финансирование этих проектов. Но правительство, вероятно, поддержит. Ну вот такой фильм. Накануне Олимпиады Сочинской в средствах массовой информации российских и мировых очень серьезно поднимались проблемы в связи с нашим государственным подходом к пропаганде. Вот этих гендерных проблем. Целая волна была. На сегодняшний день появились другие информационные поводы, другие новости. И вроде бы как бы это стихло. Стихло ли это на самом деле? Или мы просто не замечаем, эти процессы идут подспудно? Актуальны ли эти проблемы сегодня в России, Николай? Ну, мина за время либерально-колониальной экспансии в нашей стране западной, последние более двух десятков лет, это мина замедленного действия заложена. И в этом может убедиться каждый. Возьмите свой СНИЛС, номер лицового счета, пенсионный фонд, и переверните. Сейчас обострилась проблема, многих родителей заставляют получать этот СНИЛС на детей в школах, угрожая, что якобы там в школу не пустят, питания не будет там и так далее. Дети переворачивают, а там мелким шрифтом написано, подлежит обмену и возврата в случае смены пола застрахованного лица. Дети приходят и начинают задавать вопрос. Это было внесено законопроектом. Последний законопроект о паспорте тоже поголовно предусматривает обмен возврата в случае смены пола. И накат этот продолжается. Приведу вам один пример. В Государственной Думе, благодаря активности нашей рабочей группы и общественному комитету, в 2011 году осенью был снят закон о гендерном равноправии. Он назывался закон о равноправии мужчин и женщин. Но и произошел очень интересный подвох. Аппарат комитета изменил этот законопроект на 70% ко второму и третьему чтению и хотел принять. И в этом законопроекту предусматривалась замена биологического пола социальным гендерным, который каждый человек может любой принять в течение жизни. С пропагандой этих социальных полов и возможностей их перемены в школах, в вузах, во всех других учебных заведениях. И только общественность, когда очень сильно возмутилась, обратили внимание, этот законопроект не был принят. Но через... Значит хорошо. Ну, понимаете, я бы сказал, это случайность. Только потому, что к нам приезжали ко мне очень много ребят с Украины. По всем странам СНГ, после развала Союза, везде отменились статью о уголовной ответственности за мужеложство. И везде всевозможные зарубежные организации, фонд СОРОС, некоммерческие агенты пытались реализовать эту цель тысячелетия ООН. СОРОС, это гендерное равноправие, то есть равноправие всех этих, прямо скажем, садомитских полов. И на Украине 14 миллионов выдал ЕС, по-русски Евросодом, на финансирование более 500 некоммерческих организаций, которые во всех сферах пытались это продавить. И в России, по многим вузам и школам, вижу, что эти процессы продолжаются. И с чего все началось? Николай, чуть попозже. Понятно. Значит, это актуально сегодня, я так понимаю, да? Да, под спудом это развивается. Сергей Александрович, вот посмотрите, на сегодняшний день более миллиарда человек, проживающих в странах, проживают в странах, где вот эти проблемы очень явные, да, гендерные, где однополые браки легализированы и все остальное. Один миллиард, больше одного миллиарда. Как правило, это богатые страны. Как правило, это страны Запада. Как вы думаете, с учетом того, что уже большая часть населения Земли окутана вот этими проблемами, они там легализированы, будет ли это влиять на нас, на Россию? Ну, это уже влияет не только на Россию, на весь мир, в силу, так сказать, геополитических раскладов. Тот миллиард, о котором вы сказали, это, собственно говоря, нынешние де-факто лидеры, так сказать, на планете, нравится, не нравится, но это так. Соединенные Штаты Америки, их союзники, в первую очередь, там, по блоку НАТО, по разным другим европатологическим, так сказать, объединениям являются военно-политическими, но и в значительной степени экономическими лидерами. И они диктуют повестку дня всему миру, не только России. Поэтому, конечно, это влияет. И если бы это не влияло, мы бы с вами не смотрели этих фильмов, вообще эти вещи не, так сказать, не обсуждали, может быть, даже вообще и не знали бы о них, и не задумывались бы никогда. Потому что многое, то, о чем мы сейчас говорим, или тоже то, с чем мы боремся, если честно, нормальному человеку это даже не пришло бы в голову, если бы ему об этом не сообщили откуда-то. И вот этот миллиард, это именно то место, откуда нам это все время сообщают. Оттуда идет эта информация якобы прогрессивных, якобы продвинутых, так сказать, лидеров человечества и так далее. Да, это влияет на Россию, особенно потому, что помимо вот этого распространения вот этих псевдоценностей, антиценностей, на мой взгляд, да, потому что, мне кажется, Запад, отказавшись от традиционных основ общества, выдумывает себе новую такую квазирелигию, строит новый такой храм, псевдохрам, так сказать, где вот новые есть псевдосвятые, новые псевдоценности, новые, так сказать, псевдозаветы, скажем так. Но помимо всего этого существуют, к сожалению, и встречные движения с нашей стороны, потому что, ну, совершенно очевидно, когда мы развалили нашу страну, Советский Союз, который я считаю правоприемником все равно, как бы там ни было, древней русской, российской, так сказать, государственности, как хотите, вот эта наша попытка отказаться от самих себя и встать в очередь, так сказать, вот якобы к цивилизованному сообществу, к дверям этого цивилизованного мира, она предопределила нашу открытость для всей этой гадости. То есть мы сами добровольно отказались от внешнеполитического проекта, от того, что мы являемся там какой-то особой цивилизацией, объявили все, что было у нас, ну, практически все, так сказать, неправильным, неверным и так далее, и так далее, и открыли все форточки, двери, ворота, так сказать, и калитки для того, чтобы принимать якобы прогрессивные вещи оттуда. Поэтому да, этот миллиард, так сказать, он распространяет очень активно свою идеологию, но особенно активно она распространяется там, где эту идеологию готовы принимать. Если вы готовы ее принимать, тогда она вообще мутным потоком, так сказать, будет прямо в мозг вам транслироваться и в ваше общество. Слава богу, вот что-то сейчас меняется. Я думаю, может быть, даже не столько, так сказать, благодаря, сколько вопреки этим процессам, потому что, ну, просто вот, если хотите, проведение заставляет нас меняться. Ирина Яковлевна, как вы относитесь, вот вы сказали, Сергей, действительно что-то меняется? И какие силы стоят за этими, в общем-то, явлениями в Российской Федерации? Ну, я сначала скажу, какие силы. Конечно, это те силы, которые наняты Международной Организацией Планирования Семьи. Эта организация со штаб-квартирой в Лондоне, она до Нюрнбергского процесса, до победы над немецким фашизмом, называлась более откровенно контроль над рождаемостью. Но потом пришлось закамуфлировать ее истинные цели, и эта организация стала по всему миру, ну, по всему тому миру, куда ее пускали, называться Планирование Семьи, чтобы истинные цели так уж грубо не выпирали. В целях вот этого самого Планирования Семьи, сокращения населения на земле, одна англичанка, я, к сожалению, не помню ее фамилию, совсем недавно, около 30 лет назад, придумала это слово «гендер». Это понятие, оно придумано и на Западе совсем недавно. Но вот когда я, скажем, лет 10-11 назад была на Украине, я же психолог, и поэтому я общаюсь обычно со своими коллегами очень плотно, и вот я была там в институте психологии, и с удивлением услышала, что никакую другую тему диссертации взять нельзя, только по гендеру. И вот тогда я впервые услышала это слово, да, лет 11 или 12 назад. Значит, по-другому нельзя было защитить психологическую диссертацию. Ну вот, что касается самого этого безумия, вот Сергей совершенно прав, нам бы вообще не надо было это все обсуждать, потому что ну что обсуждать безумие, его надо обсуждать врачам, психиатрам. А вот эти люди, которые насаждают так называемый гендер, должны стать пациентами психиатрической больницы, и тогда мы будем им сочувствовать, даже носить передачи. А вот когда они диктуют нам, как жить, и сколько должно быть на самом деле социальных и психологических полов, ведь это гендер. Не биологический пол, их всего два, вот, к сожалению, тех, кто думает на эту тему и думает, как сокращать население. А их, по оценкам некоторых адептов гендера, 12, кто-то договорился до 52. Вообще их бесконечное число, потому что сегодня ты полумужчина, полуженщина, причем с утра. Вот днем ты уже на три четверти мужчина и на четверть женщина. Прекрасно просто. Вот, а вечером ты вообще чувствуешь себя вдруг мужчиной, ну и так далее. Это все действительно не стоит обсуждения. Действует ли это на нас? Я вам хочу сказать, что народ наш так устроен, что он сначала что-то схватывает очень быстро. Вот, и как быстро схватывает, так быстро и выблевывает. Вот сегодня идет, конечно, обратный процесс. Хотя, на самом деле, вот эти вот гендерные подвижки, они идут очень давно здесь. Ведь то, что женщины ходят в брюках, и то, что брюки уже считаются женской одеждой, это на самом деле тоже шаг к мускулинизации женщин. Вот, то, что мужчины, когда куда-то идут, скажем, в гости или в ресторан, надевают блузу с жабо, это уже феминизация мужчин. То, что мальчиков учат родителей с детства, как откосить от армии, это что такое? Я понял, Ирина Криньевна. Как не уничтожение пола. Я понял, Ирина Криньевна. Вот, Сергей Александрович, вот смотрите, в принципе, все вот эти вещи, они направлены на разрушение традиционной семьи. Ну, понятно, разрушают традиционную семью. Мы это знаем, мы это слышим. А что, какие цели за разрушением этой традиционной семьи стоят на Западе? Что они преследуют? Ну, вы знаете, если так серьезно говорить, то я, как человек верующий, без нерелигиозных догматов эти вещи не могу рассматривать. Мне кажется, вот серьезное рассмотрение, оно только в рамках религиозных догматов может происходить. Фактически, это такой сатанизм, да, ну, это лучше было бы священника познать. Вам это лучше объяснил бы, да? По сути, зло и добро меняются местами. Знаете, как вот там в книгах пишут, что дьявол бы хотел, чтобы зло объявили добром, а добро злом. Это и происходит в наших глазах. Но если говорить о политике, да, ну, разрушили семью традиционную. Ну, ладно, чего добились-то? Куда дальше идем? Ну, вот я бы чего сказал о религии, да? Потому что, на самом деле, если религиозный аспект как бы не рассматривать, а рассматривать только политтехнологически, то здесь будет тупик. Вы увидите, что это достаточно тупиковая, тупиковая, так сказать, ситуация. Потому что, ну, хорошо, комитет по ограничению рождаемости. Но они пока ограничивают рождаемость, так сказать, в первую очередь в самом этом золотом миллиарде. И среди тех, кто к этому миллиарду тянется. А вокруг мир живет по своим законам. Тот же мусульманский, мертвецкий, да? Там на него это практически не действует, да? В Африке тоже эти процессы не особо приветствуются. Даже в Латинской Америке, хотя там другая ситуация, но тем не менее это не так. То есть, в первую очередь, это бьет по самому золотому миллиарду. Поэтому я думаю, что здесь есть... Если полностью убрать религиозные контексты, только в политтехнологических каких-то терминах это обсуждать, то в значительной степени это теряет смысл. Это выглядит достаточно иррационально. Потому что если бы они собой не занимались, а занимались бы другими, тогда можно было бы сказать, да, вот они решают проблемы, конкуренция и прочее, прочее. Но они начали с себя. И в первую очередь у них это разрушение происходит. Что они в результате получат? Я думаю, что в первую очередь, что самое опасное все-таки, вернусь к тому, чем вначале, они, провозглашая себя лидерами, задают стандарты поведения. И рассчитывают, что эти стандарты поведения, стандарты легализации пороков, они будут распространяться по всему миру. К сожалению, с рядом стран это совершенно точно происходит. Сергей совершенно прав. Я тоже считаю, что эту проблему, как и многие сегодняшние навязываемые нам проблемы и новшества, нельзя рассматривать в нерелигиозном контексте. Семья в православии называется Малая Церковь. Значит, разрушается Малая Церковь. Ну что хочет сделать враг рода человеческого? Конечно, он хочет уничтожить человечество. Это пристыкновение рода. Вы понимаете, вот за этим врагом рода человеческого стоят конкретные люди. Недаром до 90-х годов, середины 90-х годов, эти вещи считались просто психическим заболеванием. И потом в одночасье они стали здоровыми людьми. Это делал не дьявол. Это делали конкретные люди. Как вы считаете, вот Ирина Яковлевна сказала, Николай Николаевич, Ирина Яковлевна сказала, что мы начинаем сейчас изрыгать эти вещи, которые восприняли когда-то в 90-е и все остальное. Нас тошнит. Действительно это так? Мы убрали из программы обучения в школе эти вещи. В детских садах у нас, не как в Швеции, все нормально. Есть идентификация мальчиков и девочек. Или все продолжается на том же уровне? Знаете, на самом деле попытки постоянно продолжаются. Сейчас ко мне обращается масса студентов, вузов, гуманитарных, где им настойчиво отрабатывая программы фонда Сороса, скажем так, именно вот эти вещи, которые мы законодательно смогли отбить, им преподают в вузах о том, что вот есть как бы меньшинство, их нужно права любой ценой осуждать, это юристы. В социальных, педагогических вузах, на факультетах, так же преподают всем будущим педагогам, что якобы вот нет уже мужского и женского пола, есть пол гендерный, он может быть любой, меняться в силу возраста. То есть на самом деле накачка идет. Выйдите, допустим, на ту же самую улицу, сколько этих секс-шопов, а сколько фильмов, которые с этой начинкой. Да вы вспомните тот же мультфильм «Детский дорога на Эльдорадо». В общем, если внимательно посмотреть, все, что с запада идет к нам, все эти фильмы, все эти мультфильмы, они в себе содержат эту начинку. Да что говорить, у нас даже в некоторых театрах, в том числе в этом Гоголь-центре, такие гадости ведут, постановки, что вот даже сталкиваться с тем, что на это 14 февраля детям обещают бесплатные абонементы, если за одно пол и поцелуй. Или другой пример, когда я вот выступал в Пскове на конференции, там родители принесли мне из дома детской книги книжку «Для среднего школьного возраста, мальчики, книга для вас», где подробно, так сказать, было написано, сколько полов, точнее этих гендерных, как их выбирать и так далее. И все книжные магазины были завалены. И хуже того, вот паспорт здоровья мы остановили. То есть они в шахматном порядке, чтобы не вызывать резкий фронт, поляризацию общества, пытаются это продавить. Я же повторю, что либеральная колониальная экспансия, под которой мы находились, все это мерзость с запада, она пришла. И вот сейчас коммунисты Никитичук внесли законопроект о недопустимости демонстрации всех этих перверсий и сексуальных извращений в публичных пространствах, митингах и так далее. Посмотрите в Санкт-Петербург, там чуть ли не каждый квартал они пытаются публично ходить на очереди, в присутствии детей, и ничто их остановить не может. Поэтому взять тот же самый пример Казахстана, там сейчас когда посчитали, их сейчас около 240 тысяч. И мы теперь... Ну вот поэтому, вот по этой причине, все, что вы говорите, я бы не упрощал этот феномен. Поэтому если вы попытаетесь свести все это к психическим заболеваниям, это ошибочный путь. Конечно. Почему? Потому что большинство из них на самом деле психически ненормальными не являются. Это социальная установка. Неодержимая. Это осознанный выбор, так сказать, на самом деле, который к психическим заболеваниям не имеет отношения. Это более сложная проблема, более глубокая. Они воспринимают это как новый стандарт поведения и осознанно выбирают эти вещи. Поэтому, если мы просто скажем, вот раньше это было психическим заболеванием, а теперь мы объявили их здоровыми, это будет слишком просто. Потому что я уверяю, что большинство из них, пройдя экспертизу, окажутся психическими здоровыми людьми. Если вы с этой точки зрения будете эти вещи исследовать, то они вам тут же влепят это в нос. Скажут, ничего подобного, мы психически нормальны. И будут правы. Это более сложная проблема. То есть вы хотите сказать, что отмена статьи об уголовной ответственности за эти дела, которые были в советское время, это умышленные деяния абсолютно разумных людей. Вот позвольте, приведу. Вы хотите об этом сказать, да? Нет, Вадим, я хочу об этом сказать. Почему было? Вот приведу цитату. В докладной записке заместителя председателя ОГПУ Ягоды Сталину сообщалось о раскрытии нескольких групп Москве и Ленинграде, которые занимались созданием сети салонов, очагов, притонов, групп и других организованных формирований педерастов с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки. На документе Иосиф Сталин пометил, надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство внести соответствующее руководящее постановление. Я когда прочитал эти фразы, мне показалось, что это из сегодняшней жизни. Сколько этих салонов, сколько... Мне даже приходили родители, жаловались, повели детей в Дарвиновский музей, а им этот лектор, так сказать, рассказывал все эти мерзости. И, ну, просто уже, если сейчас не остановим, ну, пора возвращать уголовную ставку. Вот как в вашем комитете и как Астахов относится к этим проблемам? Вообще, вы поднимаете эти вещи, занимаетесь этим? Астахов относится очень сурово к этим проблемам, и я этому очень рада. Он нас поддерживает, а мы его поддерживаем как эксперты. Вот, потому что все это... Вот я клинический психолог, и я очень много работаю с детьми, у которых некоторые сдвиги в психике. И я вам должна сказать, что таких детей было бы в 10-15 раз больше, если бы не было такого жуткого растления отовсюду. Потому что мы привыкли говорить только о нравственной порче, а на самом деле нравственная порча обязательно дурно влияет на психику. Вот. Так что Астахов это стал понимать с нашей помощью, и он еще более сурово стал относиться к этим вещам. А вот вы все говорите, что за этим стоят конкретные люди, золотой миллиард. Вот мне очень интересно, лет, наверное, уже 15 назад ответил на мой вопрос один немецкий оппозиционер. Когда я спросила, а какая выгода у этого золотого миллиарда вот так разваливать жизнь, в частности, жизнь семьи? Они же первые окажутся под обломками, да они все это и к своим детям применяют. Сейчас демократия, поэтому ни в каком закрытом лице детей не сохранишь, как в золотой клетке. И вот немецкий оппозиционер, не думая ни секунды, по-моему, очень точно ответил на мой вопрос. Он сказал, вы напрасно ищете человеческую логику, человеческую логику у педерастов, педофилов и сатанистов. У них другая логика, она нечеловеческая, поэтому она вам непонятна. И я советую задуматься над этим. Я-то сразу почувствовала тогда, что он сказал правду, что нам не надо все время искать, какая выгода в этом, какая логика. Это нечеловеческая логика. Понятно. Вот сейчас, Сергей Александрович, смотрите, Николай Николаевич прочитал вот эту вот выдержку из этого документа, да, значит, очень давнишнего, ну, наверное, актуального может быть сегодня. Но вот действительно ведь эти люди по духу друг другу близки. Эти люди на Западе достигают очень высокого государственного положения, большими чиновниками являются. Как вы думаете, люди с такой психикой, психологией, да, они в состоянии организовать нормальную жизнь для людей, которые, в принципе, большинства, которые исповедуют традиционные цены? Ну, конечно, нет. Нет, это явление, оно как бы настолько многоуровневое и комплексное, что оно сразу начинает влиять на все сферы жизни и на все, так сказать, взгляды человека, начиная от бытовых вещей и заканчивая его, там, какими-то, так сказать, идеалистическими, его идеалами, его философией и прочее, прочее. В конце концов, вот это ругательство, которое у нас в русском языке применяется, оно же такое у нас очень широкое, оно не обозначает, когда говорят, так сказать, это не обозначает конкретную половую ориентацию, да. Это означает, что, так сказать, ты очень плохой человек, как минимум, да, во всех отношениях, так сказать, подлый, изворотливый, и, в общем, тебя, так сказать, тебя в приличное общество пускать нельзя. Эти люди, я думаю, будут выстраивать и подобную политику управления, подобную внешнюю политику. Я думаю, что, в общем-то, их извращенческая логика все время требует экспорта этого извращения вовне, вне себя. Они становятся, как, знаете, такими агентами сетевого маркетинга. Они чувствуют себя обязанными распространять эти вещи. Если они распространяют, то насильно навязывать. И я думаю, что если подобные люди, так сказать, дорываются до высшей власти, или до военно-политической власти, например, то, несомненно, их вот эта философия или псевдофилософия, она будет оказывать влияние и на то, какие они будут решения принимать на политическом уровне. Это совершенно точно. Потому что во всем, за что они будут браться, все будет превращаться в возвращение. Пусть даже напрямую, может быть, и не связанное с половой сферой, но все будет превращаться в возвращение здравосмысла. Так как вся их внутренняя натура является результатом такого извращения, то и все остальное их тянет извратить. Вот, так сказать, все остальное их тянет поставить, так сказать, соответствующую позу. Как вы к этому относитесь? Да, вы знаете, я довольно хорошо знаю патопсихологию, психиатрию. Очень много предметов сдавала по этой теме. Работала в психиатрической больнице. Я должна вам сказать, что вот эти сексуальные перверзии, ну, скажем, такие, как гомосексуализм, мужской или женский, они очень тяжелые, на самом деле. Свидетельствуют об очень тяжелых изменениях в психике человека. И, конечно, они отпечатываются на всей личности снизу доверху. Поэтому, естественно, что если такие люди, не дай бог, будут у власти, вот, конечно, это будет отражаться абсолютно на всем, что они делают. Вообще, всегда эти извращения были темой сексопатологов. А сексопатология – это часть психиатрии. Николай Николаевич, мы раньше с вами разговаривали. Вы говорили о том, что даже в школьных программах это дело предусматривается. Сегодня есть эти моменты в школьных программах, в программах обучения детей в детских садах? Или это изъяли все? Вы знаете, к нам поступают со всей стороны информация, но она, скорее всего, понимаете, они когда вот гендерное равенство, вот это одна из целей развития человечества ООН, они не могут напрямую продавить. Они выходят такие на вторичные, так сказать, когерентные технологии. И вот в школах и детских садах, когда напрямую им не удалось это продавить… Не удалось. Сейчас нет этого, да? Да, да. Они вышли на технологии растления. И вот в некоторых школах не брали никого в детскую школу, пока не оформят зеленый паспорт здоровья москвича. Так там предусматривалось с трех лет, что родители должны удовлетворять любое сексуальное любопытство детей, а там с четырех-пяти чуть ли не тренинги по мастурбации. И ко мне даже с некоторых школ Москвы звонили и детских садов, где врачи-гинекологи во время осмотров это практиковали. То есть проблема-то в чем? Что когда возьмем Макаренко, Сухомлинский, они все говорят, что раскрепощение детей преждевременное в этой сфере, оно резко понижает их интеллектуальный уровень, затормажит развитие. И сейчас вот с Екатеринбурга приходит информация по некоторым детским садам. Проблема в чем? То есть сейчас у нас вся система образования, она становится коммерческой. И они в очередь становятся за любыми деньгами. И сейчас может повториться ситуация, как вот в 93-е годы, когда нас поставили на колени экономически, и чуть ли не напрямую это сексуальное образование из зарубежных фондов приезжали, и эти учебники по велиологии насаждали и так далее. Сейчас точно так же. Уже школы становятся в очередь за грантами, а гранты, которые идут с Запада, они все содержат эту глубоко деструктивную, токсичную западную начинку. И во многих образовательных учреждениях это выползает, не говоря о том, что эти зарубежные фонды напрямую во многих школах уже начинают арендовать офисы. И это еще в чем заключается? Сейчас во всех школах психотесты заставляют детей, скажем так, на ту же самую наркоманию. Когда мы смотрим эти психотесты, которые составляют, видно, хорошо обученные гендерному разнообразию психологи, там дети в первом классе читают вопросы. Сколько у вас там за последнюю неделю было сексуальных контактов? Нет ли у вас влечения к этому? То есть это, если не напрямую... Уровень этой пропаганды понятен. Сергей Александрович, как вы считаете, вот в школах запретили, в детских садах запретили, вот уровень этой пропаганды идет вот таким путем. Вот если лягушку бросить в кипяток, да, она из нее выскочит. А если ее положить в холодную воду, начать подогревать, подогревать, да, то она сварится живьем. Постепенно все равно этот фон остается. Как вы думаете, перспективы вот этих вот некоммерческих вещей, которые лезут туда, они действенны, они могут сработать? Смотрите, во-первых, так сказать, конечно, не стоит расслабляться и думать, что нас кто-нибудь оставит в покое. Нас не оставят в покое. Не оставят, да? Не оставят в покое, причем не только по этому направлению, но и по всем остальным. По-любому, да. Мы, как кость в горле, как в принципе, как одна из альтернатив Западу, да. Запад чего не терпит? Альтернатив. Запад объявил себя концом истории, что вот можно жить только вместе с Западом, так как Запад и под Западом, да. Поэтому любая попытка составить ему альтернативу, Запад страшно бесит, и он это воспринимает как опасность потенциальную для себя. Поэтому нас не оставят, пока мы будем делать хотя бы какие-то слабые попытки быть самостоятельными, нас не оставят в покое. В том числе и в этой сфере. Потому что, да, совершенно точно было замечено, я считаю, что вот эта субкультура гедонизма, субкультура сексуальной распущенности, она вообще из людей делает, так сказать, помои. А она делает людей неспособными вообще ни конструктивному мышлению, ни, мне кажется, так сказать, конструктивному труду и так далее, и так далее. Поэтому нас не оставят в покое. Но я все-таки рад тому, что вот, слава богу, испортились наши отношения с Западом, да. Не потому, так сказать, но по другому, не по той причине, так по другой. Я считаю, что так и должно было произойти. Вот если мы еще способны к какой-то жизни, то так рано или поздно должно было произойти, потому что наши отношения с Западом в 90-х годах тоже были формой извращения. Я считаю, что наши отношения с Западом в 90-х годах это была такая форма геополитического извращения. И слава богу, так сказать, что мы потихоньку от этого, так сказать, избавляемся. Я надеюсь, что здоровых сил в нашем обществе будет все-таки больше. Потому что по этим, по крайней мере, вопросам можно создать очень широкий фронт противостояния. Потому что люди, даже имеющие разные взгляды, там, политические, даже религиозные и прочее, прочее, по этим вопросам просто естество их протестует против этого. И таких людей у нас много. Но думать, что это все так просто, конечно, тоже не стоит, потому что это, несомненно, будет разными, так сказать, подковерными, закулисными путями проникать. И, к сожалению, часть общества, она уже отравлена этими вещами. И, к сожалению, я думаю, что здесь расслабляться нельзя. Ирина Яковлевна, как вы считаете, мы движемся в эту сторону, в положительную, в позитивную или нет? Ну, я надеюсь, и я согласна с Сергеем. Это счастье, что Запад сам объявил нам изоляцию. Вот чем больше будет эта изоляция, тем для нас лучше. Вот. Ну, еще я хочу сказать, что мы должны требовать закона о нравственной цензуре, просто требовать. Вот это тот случай, когда стоит Конституцию, если не менять, то расширить. Вот. Это просто необходимо. Это вопрос жизни и смерти сегодня. Вот. Ну, а что касается нашего народа, я очень много езжу по стране, в командировки. Я хочу сказать, что, конечно, здравого смысла еще достаточно. Вот сейчас модно говорить про точку невозврата. Точка невозврата, к счастью, еще не пройдена. Хотя жертв уже очень много. И последнее, что хочу сказать, это очень важно, наверное, для наших телезрителей, которые, может быть, считают, что нравственность тоже меняется. Вот. Вчера была одна, сегодня другая, завтра будет третья. Я хочу сказать, что вот как раз очень важно на этот вопрос, на вопрос разрушения стыда в детской среде, посмотреть с точки зрения психиатрии. Потому что отсутствие интимного стыда – это очень страшный симптом. Это симптом, ну, скажем, шизофрении в стадии дефекта. То есть в последней стадии, когда уже полное расщепление личности, первая группа инвалидности. Вот тогда человеку все равно, что показывать окружающим, о чем говорить, что делать и так далее. Вот. Поэтому надо людям рассказывать, что происходит искусственная инвалидизация психики и детей, и взрослых. Но детей в особенности, потому что у них еще души неокрепшие. Вы что-то хотели сказать, Николай? Да, особенно мальчиков. Потому что, понимаете, Россия всегда побеждала крепким духом солдата и крепким тылом. И вот эта деморализационная технология, она нацелена на то, чтобы уничтожить у нас мужественных защитников Отечества. Потому что чем отличается девочка от мальчика? Что мальчик, в отличие от девочек, он социальной ролью не рождается. И нравственность, и мужественность – это неврожденная категория. Это результат соответствующего воспитания мужественного, на примере героя, воина, отца-защитника. А вот они пытаются именно через воспитание, через привитие этих глубоких деморизационных, антитрадиционных установок наших мальчиков, извините, воспитать непонятными уродами. И вот русская сказка, знаете, сестрица Аленушка и братец Иванушка, она на ментальном уровне очень хорошо раскрывает этот момент. Из какого колодца попьет мальчик, если из этого голубого напьется, так сказать, то ли экрана, то ли колодца, то, как говорится, тем и останется. Спасибо, Николай. Спасибо большое. Сергей Александрович, вот смотрите, на своем выступлении на Валдайском форуме Владимир Владимирович Путин наряду с многими правильными вещами сказал одну вещь, что мы с Западом ментально разные. Нам очень трудно друг друга понять. У нас разные условия жизни, исторические условия, климатические условия. Нам очень трудно друг друга понять, а, наверное, практически невозможно. Вы как относитесь к этому делу? Он прав или нет? Ну, я думаю, что он прав. Очень хорошо, что он сказал, учитывая его высочайший рейтинг, и то, что сейчас он является много лет президентом нашей страны, и его авторитет высок. Это очень хорошо, что именно он это сказал. Мы можем много обсуждать его плюсы и минусы Путина как политика или как человека, но то, что мы, наконец, эти вещи не только осознаем, но и проговариваем, причем на уровне главы государства, причем главы государства популярного, это очень важно. Потому что я напомню, что все предыдущие годы мы трендели одно и то же. Мы европейцы, мы Европа, мы хотим в Европу, возьмите нас в Европу. А как нам, извиняюсь за выражение, встать, так сказать, что вам понравится и прочее, прочее, прочее. Это была абсолютно саморазрушительная логика. Я думаю, что, в конце концов, действительно, фильм, правда, мне показался слабеньким, если честно, Ну, он дает повод. Да, упомянутая там партия здравого смысла, да, вот здравого смысла надо побольше во всем. В конце концов, если вот так это обстоит на самом деле, почему мы должны, почему мы должны, опять же, сами в себе какие-то извращения стимулировать и говорить, что это не так. Вот здравый смысл именно это и диктует. Да, мы другие. Мы не собираемся с вами воевать. Наш смысл жизни не уничтожить и не покорить вас. Но мы другие, и мы будем на этом стоять. У вас есть перспективы вашего движения, как вы считаете? Ну, знаете, к большому счастью, этот закон остановили, и паспорт здоровья заблокировали, и так вот прищемили хвосты по регионам, где это выползало. Но вот приведу пример. Сейчас вот Никитичок внес этот законопроект. Коротко, коротко. Да, так ему его долбают со всех сторон, средства массовой информации. Почему вы покусились на этих извращенцев, но, к сожалению, массовой поддержки патриотов этого законопроекта, о недопустимости геопарада нет? Как вы считаете, мы другие, у нас есть перспективы победить? Это садомизм. Коротко. Нет, ну, конечно, мы другие, но хочу сказать, я много была в странах Западной Европы, и была там именно в командировках, поэтому имела возможность пообщаться с людьми местными. Я хочу сказать, что и там очень много нормальных людей, которые жаждут этой нормы. Миллионы во Франции выходили. Конечно, которые не знают, куда деть детей, в какую щель заползти с детьми, чтобы спрятаться от этого кошмара. Поэтому мне кажется, что у нашей страны, как это уже не раз бывало в истории, сейчас роль огромная и всемирная. Мы должны не только своих людей, свою культуру и свою жизнь спасти, а мы должны стать ковчегом современных для тех нормальных людей, которые смогут у нас просто укрыться от этого безумия. И вот на этой ноте мы закончим нашу программу. В эфире была программа «Красная линия представляет». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok